Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся в экотехнопарке и здесь кипит работа. Не только в плане подготовки к экофесту, но также и на давно готовой прогулочной транспортной линии, но также начато строительство и совершенно новой транспортной системы. Мы попытаемся получить для вас обо всем этом комментарии самого генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, вот сразу вопрос возникает. Вот всем вроде бы хорошо знакомая опора полужесткой путевой структуры, легкой транспортной системы. Почему-то здесь какое-то усиление, какой-то металл, какие-то гайки, болты, извините, но расскажите лучше, что здесь происходит и почему. Сейчас и на кофесте, и вообще в будущем мы хотим изучить работу этой системы уже под большей нагрузкой. Мы хотим, чтобы здесь ездил по кругу юнибус весом 30-планетона. 14-местные. 14-местные, да, но и возможно больше нагрузки в будущем. Поэтому мы сейчас легкую трассу переводим в разряд уже тяжелой трассы. Мы хотим увеличить грузоподъемность системы, эстакады в пять раз. Это мое решение, чтобы показать развитие и что мы можем любой адресный проект делать поэтапно. Допустим, через 20 лет, 30 лет, 50 лет увеличится объем перевозок. А вообще-то любая дорога строится на перспективу. И что мы будем сейчас строить на ту перспективу и в пять раз дороже дорога будет? Она же не будет окупаться. Поэтому можно сделать легкую систему, отработать свою, она окупится, а потом реконструировать. Причем реконструкция будет дешевле, чем строительство. И таким образом можно более грамотно реализовывать адресные проекты. И на любом этапе существования проекта он будет окупаемым и ориентабельным. Спасибо большое. А что касается строительства абсолютно новой транспортной системы. Я увидел, что уже одна анкерная опора почти готова, вторая строится. И завезены металлические конструкции для, похоже, промежуточных опор. Что это? Это суперлегкая система. Она будет легче, чем так называемая прогулочная система. Там природы будут 200 метров и легкие транспортные средства будут ходить. Еще легче, чем юни-байк? Да, монорельсовые и берельсовые. Поэтому мы тоже делаем два в одном, чтобы на одной же трассе показать, как можно подножить тоже к трассе. Там колея достаточно широкая, может ехать и монорельс, и берельс. Монорельсовая дорога будет двухместный модуль, а берельсовый четырехместный и грузоподъемность, ну, килограмм 200-300-400, это как «Жигули», как «Запорожец». В советское время дачи кормили всю страну, потому что в магазинах ничего не было, и, естественно, всю еду выращивали на даче. Ну, чем перевозилось? Пакет из сумки, ну, электричками, там, поездами и «Жигулями». Ну, 200 килограмм. Ну, 4-5 мешков картошки больше не везешь. Поэтому это аналог вот этой транспортной системы, которую может, видите, накормить даже всю страну. И по этой легкой системе можно перевозить миллионы тонн грузов в год. И не надо, допустим, строить какую-то глухую деревню в Сибири, через там реки шириной по 2 километра, скоростную железную дорогу с полностью 100 миллионов долларов за километр. Вот надо положить вот такую дорогу, стоимость там 200-300, максимум 500 тысяч долларов за километр, и решить проблему доступности любой точки огромной страны России. Ведь везде должна быть разумность, оптимизация. Так же? Необходима и достаточна. Конечно. Мы так и поступаем. Так вот, если говорить о... Что мы там реконструируем, я сейчас покажу на доске. Ну, начну с опор Г-образных, так называемых, клюшек. Вот они примерно так устроены. И задеваны в фундаменте. Если мы дадим большую нагрузку в 5 раз, то, естественно, здесь и сгибающий момент, и тут еще и ветровая нагрузка действует. И на опоре, и на путь, и на подвижной состав. Поэтому они вместе. Просто опора сломается в этом месте, где максимальный сгибающий момент будет. Поэтому нужно усилить вот это тело опоры. Мы это сделали уголком. И соединили пластинами. И закрепить усиление фундамента. Мы это тоже сделали. Поэтому опора сейчас выдержит нагрузку в 5 раз большую. При этом фундамент был сделан с учетом более... Большей нагрузки. Сам фундамент. И таким образом мы сможем пустить более тяжелое транспортное средство. В данном случае генибус. Который пойдет на очень малой высоте. Буквально полметра. Это то, что касается опор. Если взять путевую структуру, то у нас это труба прямоугольная стальная. Причем очень маленькой высоты. Всего лишь 120 миллиметров. Ну это вот. Это весь рельс. Поэтому эта высота недостаточно, чтобы держать большие нагрузки, чтобы канаты, они идут с провисом вот таким. И все это заполнено бетоном. Это висячий мост. Что такое висячий мост? Вот один пилом. Вот второй пилом. Вот балка жесткости, по которой едет транспорт. Есть канат несущий. И есть подвес. Что такое струнный рельс? Балка жесткости. Несущий канат. И подвеска до заполнения. Это висячий мост. Просто я как инженер сумел висячий мост сжать до рельса. Подобрав усиленное натяжение, массу, размер и так далее. И поэтому, естественно, сжать до 120 миллиметров было тяжело. Но мы это сделали под малую нагрузку. И, естественно, здесь нет такого перегиба, здесь седло, но внутри рельса есть тоже седло, естественно. Иначе струна может сломаться. Поэтому внутри тут уже есть седло. И механическое крепление не только с помощью бетона, там еще механическое крепление внутри есть струн. Разные штыри. Да. А там внутри это залито бетоном все. И поскольку сейчас, если мы дадим большую нагрузку, а мы, кстати, не стремились здесь сделать ровный путь и противорогию путь, тем более, мы стремились сделать так, чтобы под нагрузкой была волнистая поверхность, которую я показывал, по которой движется транспорт на связи. Длиной волны 40 метров. И такие допустимые прогибы, как и там, ну, порядка 100 миллиметров под нагрузкой. То, что сейчас есть. А мы сейчас хотим больше упустить транспортное средство и оно более тяжелое, так? То есть это больше 14-местный юнибус или еще что-то большее? Нет, его можно более тяжелое еще. До пяти тонн. Просто три с половиной, я помню. Три с половиной. Мы делаем сейчас до пяти тонн, чтобы оно было. Ну, три с половиной, это, естественно, надо. Поэтому есть уже решение, мы уже реализуем, и уже фактически работа все заканчивается. Мы делаем это с помощью, это внутренние струны, внутри, вот они здесь находятся. Три каната, в данном случае, которые зафиксированы. И за это заполнены готовы. А у нас два рельса, две трубы стальные. Которые вот там внутри струны. Вы, может, все секреты не раскрываете, может быть? Ну, это такие секреты, они у него писаны в монографии, и 100 вопросов, 100 ответов. Там все-то есть. Надо просто почитать. Никто не хочет читать, ленятся. А вот не хотят просто. Критиковать же лучше, легче, когда ты не знаешь, что ты критикуешь. Когда знаешь, то уже как бы вопросов для критики нет. А тролли ничего не считают. Потому что когда не знаешь, кажется, что ты знаешь все. Да, это иллюзия, конечно. То мы это делаем с помощью струн внешних, которые вот мы здесь размещаем. И эти струны так же будут идти. И мы можем вывести их и выше. То есть увеличить там высоту балки, где мы зашиваем. И поэтому мы с помощью внешних струн не только уберем провисции, мы сделаем противовыгип, заданную, опять же, величину, чтобы потом ехать по ровной дороге, по-допределной нагрузке. А если будет нагрузка больше или меньше, то либо, если больше нагрузка, он будет вниз идти, неровность, да? Ну, в пределах допустимой. А если меньше нагрузка, то будет бугорок, не ямка в пролете, а бугор будет в пролете. А ямка будет на опоре? Да, если будет легкое транспортное средство, которое не сможет сильно ее прогнуть, да, понятно. И поэтому делается всегда оптимизация, чтобы в этом допустимых пределах это все было. И это все уже покажем на кофесте, и будем катать наших гостей, наших инвесторов, партнеров, вот, и в том числе по прогулочной трассе, которую мы превратим буквально за несколько месяцев в городскую полноценную трассу. Субтитры добавил DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда даже ваши достоинства будут усилены. Строй SkyWay! Спасай планету! Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства с измеримыми, с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг, империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный постурным технологиям небесной дороги SkyWay также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционных проектов. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Ну что, друзья, 6 июня, среда, 13 часов, значит традиционно у нас в это время наш SkyWay вебинар, время идет не ума, 58 дней до Экофеста. Видите, так сказать, начинали отсчет, было 350, потом 300, 200, сейчас уже 58. Вот, то есть чуть меньше двух месяцев, когда мы с вами все встретимся уже в Марьиной горке. И, соответственно, своими глазами увидим, потрогаем, пощупаем, прокатимся, засвидетельствуем и так далее. И 103 дня до инотранса, это еще одного очень важного события. Это событие мировой премьеры SkyWay, то есть где будет продемонстрирован уже скоростной, высокоскоростной модуль SkyWay, это уже 500-600 метров. И это, конечно, абсолютно новое заявление с точки зрения развития транспорта, с точки зрения развития вообще всей транспортной инфраструктуры и логистики. Поэтому то, что сейчас происходит, друзья, я как раз на ряд вопросов обещал ответить, я и Ольге планово обещал ответить по определенным вопросам по токенам. Кстати, Ольга, можно сделать так, вы можете в чате продублировать вопрос, чтобы его все видели. И я на него потом отвечу. Он у нас, как раньше, Ребу Борисовна задавал вопрос, по-моему, я так ответил в личном чате. Но если... Так, да, отлично, Ольга, я вопрос вижу, просто чтобы все видели этот вопрос, мы его обязательно обсудим, обязательно. сделаем. Ну что, друзья, сразу несколько комментариев, которые идут по ходу, сейчас мне пишут, прокомментировать то интервью, выступление, которое выложила главная компания с генеральным конструктором, инженером Юницким, по поводу легкой трассы модернизации и того, что сделается в... И сразу отвечу на такой вопрос, что мне там даже позвонили наши, ну скажем так, партнеры, наши друзья, и говорят, почему на этом интервью, почему Анатолий Дураш выглядит таким уставшим, почему вроде как вы их вы не пережжете. Здесь, друзья, сразу могу сказать, что действительно нагрузка сегодня идет неимоверная, все-таки он 2-3 раза в неделю в месяц сегодня перемещается практически на другой континент, на другой уже, не говоря, часовой, а климатический. То есть он постоянно сейчас движется по кругу Саудовская Аравия, Индия, Белоруссия. И ответ сейчас настолько ответственный момент, что, конечно, очень тяжело с точки зрения физической нагрузки перелетов и ведения переговоров ответственности, которые есть. Очень много задает вопросов, друзья, когда мы прокомментируем и сделаем заявление о том, что происходит сейчас и в Саудовской Аравии, и с нашими арабскими индийскими партнерами. Здесь, друзья, мы договорились и условились так, что все заявления и все отчеты о проделанной работе будут даны на Экофесте. На Экофесте Антон Городович обязательно выступит и в прямом эфире, который будет транслироваться на более там у нас на 11 языков и аудиторию, которую мы ожидаем, которая будет смотреть Экофест в прямом эфире порядка миллион человек. Физическое присутствие мы рассчитываем будет 5-7 тысяч человек, это в зависимости от готовности. Мы не стремимся, друзья, в этом году, чтобы у нас было 10 тысяч человек. Это не совсем, наверное, и правильно, и надо. Примерно на том же уровне, как в прошлом году, чтобы не было ни столкотворения, ни перегруженности определенных управлений, которые мы не даем. но все-таки 6 тысяч человек это та нормальная цифра, которая вполне комфортно может пройти на Экофесте. Соответственно, и отчет о проделанной работе и о планах на перспективу, о том, что сделано, как раз Антонар сделает перед нашими партнерами, кто будет на Экофесте, и все, кто будет смотреть Экофест уже и в прямом эфире, потом в записи, потом в репортаже, которые пройдут. Это, на мой взгляд, абсолютно правильное такое решение, которое приняли, потому что все-таки такие события надо и такие заявления надо давать именно в такой, скажем так, повышенной вниманием атмосфере. Поэтому к Экофесту интерес очень и очень большой, и тех, кто следит за наших партнеров и у тех недоброжелателей, которые там опять все под микроскопом рассматривают, чтобы потом взять какие-то вещи, что у нас не так и чем они опять по-череднику довольны. Из тех репортажей, которые вы сейчас идете, видите каждую неделю, мы в боевом листке потом, Леонид у нас пишет, мы это обобщаем, вы заметили, что наш боевой листок после вебинаров стал выглядеть несколько по-другому, что мы делаем тезисы, которые сегодня наиболее важных событий за неделю проекта Skyway, потом основные новости, которые мы хотели довести, потом репортажи с комментариями, которые за эту неделю прошли, которые мы считаем наиболее важными. Это все компонуется в едином файле, в едином документе, вы можете смотреть одним кликом, соответственно, какие репортажи прошли, какие новости и краткие комментарии, такие наиболее важные в одно-два предложения, вот о чем и как сейчас происходит. Поэтому вы видели уже, что на этой неделе прибыл Юникар на ходовые испытания, ну не ходовые испытания, а он уже на именно демонстрацию действий. Сейчас готовится уже и не исключено, опять же, трудно сказать, что не исключено, что КК-фесту будет завершена уже его сертификация и это уже будет сертифицированная машина. То есть это тоже, друзья, процесс, который идет и как говорили, что Юнибайк и Юнигус сегодня уже сертифицированы, это готовые к эксплуатации и готовые к тиражированию проекта. Соответственно, мы в полной мере уже можем организовать это, готовиться сейчас для наших партнеров, кто сможет прокатиться уже и реально ощутить себя полноценным и партнером и потребителем Skyway и на Юнибайке, и на 14-местном Юнибусе. Там тоже комментарии вы видели главного инженера и генерального конструктора и сказали о том, что сейчас усилена путевая структура, чтобы Юнибус мог идти по кругу и соответственно, чтобы по этой же трассе мог идти еще и Юникар. Соответственно, это все для демонстрации готовится и мы с вами увидим уже в действии реально в движении и Юнибус, и 14-местный, и 18-местный Юникар, и Юнибайк, и сейчас еще ведутся полные подготовительные работы по демонстрации в движении уже 48-местного Берельсового Юнибуса. Поэтому, друзья, конечно, все это идет именно по графику, чтобы было завершено и закончено именно к 4-му августа, поэтому график очень сжатый и мы с вами как раз уже увидим все эти полноценно действующие образцы и трассы. Соответственно, будет ли готов и именно будет ли принято решение о демонстрации скоростного Юнилета, это еще пока вопрос, потому что он готовится все-таки для инотранса. Но я думаю, что какой-то прототип или во всяком случае это что-то мы с вами в Экофесте увидим. Также готова полностью сегодня трасса уже с погрузочной и разгрузочным терминалом для грузового направления. Соответственно, будет продемонстрирован и легкий Юни-Трак, который до 20 миллионов тонн грузоперевозки в год легкой трассы и соответственно уже более тяжелый на 200 миллионов тонн. Это тоже сейчас в подготовке, соответственно, посмотреть. Тут задают вопрос, можно ли приехать после Экофеста. друзья, во-первых, то, что я сейчас говорю, вы и так это каждую неделю видите в репортаже, поэтому здесь нет никакой информации. То есть мы, конечно, и до Экофеста, и во время Экофеста, и после Экофеста основной упор делаем, конечно, на те делегации, которые уже формируют именно бизнес применения технологий. И тоже то, что сейчас открывается и доводится информация, то есть друзья, предупреждаем и предупреждаем, и дальше будем говорить, что не вся информация и не все переговоры, которые будут сейчас вокруг Скайвея, открываются уже именно из бизнес-безопасности, именно из работы с конкурентами, но на этой неделе была делегация именно шведского концерна СААП, который поставляет металл, они как раз своими глазами хотели увидеть, что, как, как работает металлоконструкция, как работает технология, и в очередной раз друзья, конечно, были просто поражены теми решениями, которые сегодня именно генерятся и внедряются инженерной школой, именно инженерно-технологической, и сейчас уже можно четко утверждать экономическим направлением, которое идет вслед за технологией инженерной школы Юницкого, и то, что сейчас в целом в ряде стран пересматривается уже стратегия развития, исходя из Skyway, это тоже, друзья, реальность, и мы готовим сейчас, вот мы с Алексеем приоткрываем несколько вопросов, беря на себя ответственность за то, что мы делаем, мы не сейчас комментируем, не говорим, те проекты, которые готовятся в Венгрии, еще ряд наших партнеров, к сожалению, ни я, ни Алексей приехать на эту конференцию не смогут, поэтому мы будем включаться онлайн в Skype, и трансляцию обязательно сделаем по нашим ресурсам, по мы уже перемещаемся в Швейцарию, мы много говорили о местечке Сан-Берд-Дордино, красивейшее место, фотографии мы показывали, мы с Алексеем были там в середину декабря, и это как раз первое место, где мэр именно хочет запустить технологию Skyway, сначала небольшой, часто, потом ее расширить уже, там, планы 10, 50, потом 100, потом 300 километров, сделать целую сеть таких умных деревень, и сделать из этого новую индустрию именно призма, и мы очень надеемся, что мэр Сан-Берд-Дордино будет на экофесте, во всяком случае, мы с ним согласовываем активно этот процесс, и очень рассчитываем подписать соглашение о том, что первый, что он выступает именно как со-заказчик на первый проект адресный не в том плане, что это первое внедрение сейчас таких проектов уже идет и в Австралии, Ротхук, там мы вам показывали Индия, Индонезия, где уже идет активное проектирование, проекты, которые идут сегодня в Арабских Эмиратах, вот, для нас очень важно, что Швейцария это вообще уникальная на данный момент страна, одна из немногих, наверное, которая принимает технологию блокчейн, и она это выносит в законодательство, и как раз мы очень рассчитываем подписать такое совместное соглашение на ЭКО-фесте о том, что весь инвестиционный процесс привлечения инвестиций, инвестиций в строительство и потом эксплуатация, все будет с применением технологии блокчейн, на нашей платформе уже Трансмет, которую мы сейчас тестируем, и это будет один из первых именно токенизированных цифровых проектах, который будет полностью оформлен, запущен и потом эксплуатироваться с применением технологии блокчейн. Это, конечно, друзья, для нас очень важный момент, мы рассчитываем, что это реально получится, и что мы с вами на ЭКО-фесте в прямом эфире будем присутствовать при подписании такого соглашения, и надеемся, что мэр даст интервью и даст свой комментарий, во всяком случае, друзья, мы к этому все готовим, и дальше этот процесс у нас выходит на, скажем, такую очень серьезную дорогу, потому что дальше уже высказали желание два очень крупных бизнесмена, один из Канады, другой из Аргентины, уже с применением легкой грузовой системы разрабатывать и эксплуатировать несложно доступные одни горах в джунглях соответственно Аргентины, вот это граница с Парагваем и Перу, соответственно проект это по транспортировке и обработке литиевой соли для производства литиевых аккумуляторов, и второе это в Глине есть очень интересное месторождение, это север Африки соответственно для разработки бокситных месторождений, также мы рассчитываем, что или сами эти владельцы либо их представители будут на Экофесте и соответственно точно так же мы будем предлагать и обсуждать во всяком случае чтобы посмотрели и участвовали в Экофесте и своими глазами увидели все, что происходит и соответственно точно так же готовить либо уже подписать соглашение о запуске своих проектов уже с токенизацией именно блокчейном для размещения на нашей платформе это друзья первые шаги которые мы готовим дальше этих проектов будет больше сначала это единицы потом десятки сотни в конечном итоге тысячи проектов и соответственно это мы сейчас друзья и с вами готовим и платформа Транснет именно блокчейн платформа она и создается для того чтобы помогать всем кто будет спускать адресные проекты с применением технологии Skyway визуализировать составлять бизнес планы потом делать соответственно презентации для властных структур и бизнес проводить переговоры с потенциальными инвесторами и потом уже выпуская специализированные токены размещать их на платформе и реализовывать этот проект дальше эта платформа уже будет сопровождать эти проекты то есть эксплуатация это же предоставление услуг и это как раз друзья то что мы говорили начало формирования сети адресных проектов то есть собственно и той сети Транснет ради которой мы с вами собрались ради которым мы создаем и с вами практически уже продемонстрировали миру технологию Skyway то есть сначала начались низкоскоростных с прогулочных с легких потом городской системы городского лифта 14 местный потом полноценный 18 местный трехсекционный это уже скажем так городской микроавтобус аналог сегодняшнего дальше Берельцевый 48 местный это полноценный уже сегодня альтернатива автобуса троллейбуса трамвая и фактически метро второго уровня и сейчас мы вплотную подошли уже по аналогии с инотрансом 2016 года что сначала демонстрация прототипа уже действующий прототип высокоскоростной высокоскоростного юнигуса или как его мы уже сами привыкли для себя назвать юнилета потому что все-таки скорость 600 км в час 500-600 друзья потому что расчетная скорость была 500 км в час но юнинский после продувок в аэродинамической трубе так очень аккуратно говорит что теоретически может быть что скорость будет 500-550 а может быть даже приближаться к 600 мы будем оставлять для себя вилку это покажет испытания соответственно скорость 500-600 км в час это уже самолетные скорости вот соответственно это следующий этап который мы делаем но друзья уровень безопасности уровень экологичности уровень мобильности которые мы говорили что мы сегодня уже работаем в логике мобильности 4.0 то есть когда полностью роботизированы и перемещение и соответственно эксплуатация на что сегодня ни одна транспортная система не может подойти к тому что она полностью автоматизированная и практически на 100% безопасна Skyway эти вопросы сегодня решил и дальше друзья мы уже переходим в логику мобильности 5.0 то есть когда можно будет и перемещаться и при этом заниматься повседневными вопросами то есть работать высокопроизводителем интернете потому что Transnet включает в себя информационную систему то есть Transnet это транспортная то есть перевозка пассажиров товаров это информационная то есть это передача информации и это соответственно и энергетический коммуникатор поэтому все это совмещено в системе Transnet и то что мы с вами друзья сегодня делаем озможно четко называть что сOW сегодняшним подходом транспорту это идеальная транспортная система которая убирает все недостатки которое сегодня есть у любой транспортной системы и если опять задают вопросы друзья что такое идеальная транспортная система какие τα есть мы не перестаём удивляться этим вопросом но и не нам перестаем отвечать на эти вопросы друзья что автомобиль убивают полтора миллиона человек на дорогах и порядка 10-12 миллионов становятся инвалидами. Он выбрасывает порядка 3,5-4 миллиардов тонн нефтепродуктов в виде ядохимикатов, в атмосферу которой возвращается нам с воздухом, с водой, с продуктами питания. Соответственно, мы сегодня парниковым эффектом, то есть изменяя экосистему Земли, фактически введем цивилизацию к гибели. Поэтому, друзья, здесь нужно сказать, что техногенная цивилизация и то, чем мы сегодня пользуемся, это сегодня путь к самоуничтожению. И сегодня то, что мы делаем, мы убираем причины. Мы сегодня делаем транспорт 100% экологический, потому что он будет работать только на возобновляемых экологически чистых источниках, и более сам вырабатывает экологически чистую энергию. Опять же, если сравнивать очень много вопросов, чем вы отличаетесь, допустим, от монорельса? Ну, первое, отличаемся тем, что мы не потребляем энергию, система Skyway, она ее вырабатывает возобновляемую экологическую чистую. Соответственно, она абсолютно безопасная, она абсолютно с точки зрения экологичности улучшает экологию окружающей среды, они ее убивают. Поэтому то, что мы сегодня делаем, друзья, мы решаем те насущие проблемы, которые сегодня подвела к нам сама цивилизация, сама жизнь, которая сегодня есть. Потому что то безумие, которое мы сегодня живем в пробках, то, что сегодня творится вокруг мегаполисов, друзья, я живу под Москвой, и оценить и сказать, сколько стоит то здоровье, которое мы сегодня убиваем, сидя часами в этих безумных пробках. И вся ситуация идет в том, что это только ухудшается, и никаких решений в этом направлении сегодня нет. Поэтому никакого другого решения, кроме Skyway, сегодня не существует. И мы с вами, друзья, движемся в этом направлении. Мы сегодня подошли к тому, что мы уже продемонстрировали, и мы уже приступили. Друзья, если кто-то еще в этом сомневается или в этом процессе не участвует, это, скажем так, ваши проблемы или еще недоработки. Мы в каждодневном режиме сегодня участвуем уже в запуске конкретных проектов, конкретных обсуждений трасс, конкретных бизнесов. Этот процесс, друзья, идет уже полным ходом. И надеюсь, что начиная с ЭК-феста будет дан публичный старт, именно когда эти проекты будут уже доступны для большой аудитории, и каждый из вас сможет изучать эти проекты, соответственно, принимать для себя решение, как участвовать в этих проектах, что для него наиболее интересно, соответственно, какое бы пассивное участие или бизнес-участие он может принять. Интервью на Толинисту, мы все говорили об этом и говорили, что большие новости будут. Ну вот этот Алиев тут спрашивает, но если Алиев вы плохо слышите, то я вам еще раз повторю, все новости, которые озвучит инженер Юницкий, будут на ЭК-фесте в присутствии основных партнеров, которые захотят приехать, и в прямом эфире, я думаю, около миллиона человек будут следить за этим выступлением. Поэтому, друзья, думаю, что 58 дней это не тот срок, ради которого можно сказать, что я хочу услышать это именно сейчас. Все друзья этого хотят, и на ЭК-фесте для этого, друзья, это и называется фестиваль, для этого и называется праздник. Для этого мы и собираемся, и делаем этим значимым событием, чтобы основные и заявления по проделанной работе, и по планам на будущее Юницкий сделал именно так. Это его решение, я считаю, абсолютно правильное, и ничего страшного, и сверху, естественно, не произойдет, если мы с вами еще подождем и будем с большим нетерпением ждать ЭК-фест. Так, когда уже, наконец, можно будет продать часть своих долей? Светлана, хоть сейчас, если вы хотите продать свои доли по той цене, которую вы купили, пишите мне в личку, я лично у вас их могу. Поэтому, если вы хотите продать по номиналу, тогда ждите. Поэтому, в зависимости от того, что вы хотите. Поэтому, вопросы по продаже по номиналу, это один вопрос. Это когда система будет работать. Если вы хотите избавиться от обязательств Skyway, потому что вы в него не верите, или вам надоело ждать, или вы еще, так сказать, до конца этого года все эти желающие такие обязательства продадут. Если вы не терпится и хотите продать по той цене, по которой вы купили, то пишите в личку, будем выкупать лично, я никаких страшных. Так, говорил, что личный юнилит будет стоить порядка 1000 долларов. Это, Валентина, абсолютно реальная цифра, сейчас это обсуждается. Более того, на Экофесте мы с вами увидим еще более упрощенную систему юнибайка, которая действительно проще уже сделать, наверное, невозможно. И это действительно в серийном исполнении, когда будут выпускаться серийные юнибайки. То есть персональные электромашины стоят не дороже сегодняшнего смартфона. Это абсолютно верно. Так, когда вам станет известно о строительстве скалористной трассы, в Белоруссии будут строить уже лето, а еще ни одна опора не вкопана. Саша задает вопрос. Ну, Саша, если вы... А можно и мне вам написать? Купите, Саша. Еще раз я сказал, что по номиналу, по той цене, по которой вы купили, пишите, никаких проблем. Соответственно, все, кто хочет избавиться от обязательств Skyway, мы вам такое право предоставим. Избавляйтесь. Соответственно, что нам, партнеры, которые сегодня сидят и говорят, что я купил и не знаю, что с ними делать и хочу их продать, еще раз, по той цене, по которой вы их купили, вы от них в любой момент можете избавиться. Так что, Саша, пишите. И, соответственно, если вы следили по номиналу, конечно, номинал вы имеете в виду, что на них написано? Нет, еще раз прошу обратить внимание, чтобы вы потом не извращали слова, которые я говорил. По той цене, по которой вы их купили, по этой же цене мы готовы их сегодня выкупить. Соответственно, без всякой прибыли. Это ваш риск, вы рискнули, вы хотите деньги вернуть обратно, вы их получите. Если вы рассчитываете на прибыль, то прибыль получите только тогда, когда проект начнет работать. Сегодня делаются только первые шаги. Что с Краснойой будет и не в этой самой. Друзья, давайте, чтобы сейчас не изобретать и не говорить какие-то непонятные вещи, все новости, все, что связано, будет на Экофесте. Я просто хотел акцентировать внимание, что если вы следили за проектом и смотрите, то тот километр эстакады, который сегодня стоит, его всегда название – это разгонный удасток скоростной трассы. То есть на низких скоростях до 100 км в час эта трасса будет испытывать и скоростную систему. Поэтому для начала испытаний скоростной системы ходовых у нас все готово. Если вы хотите сказать, когда будет построен скоростной участок, где будут продемонстрированы 300-400, а потом 500 км в час, то это следующий год. И где это будет построено, сейчас это занимается решение. Это занесет огромное количество факторов. Переговоры с властями Беларуси ведутся, они еще не закончены. И также, как минимум, еще в трех местах сегодня рассматривается вариант о строительстве именно демонстрационного участка скоростной трассы. А начальные испытания на низких скоростях будут проводиться в Экотехнопарке в Беларуси. И та эстакада, которая в прошлом году была уже продемонстрирована, она сегодня выполняет многопрофильные функции. То есть это и низкоскоростные юнибайки, юнибусы, юнитраки. То, что в подвесном варианте. Это юниконты, то есть перевозка контейнеров, соответственно. И это же низкоскоростные испытания для высокоскоростного модуля. Поэтому, друзья, эти все работы ведутся, как мы уже говорили, по сложившейся, не то что традиции, а плану, который идет, что демонстрация на трансе, потом начало ходовых испытаний. Точно так же виза нужна для... Так, ну давайте вопросы, я буду отвечать. Вот, поэтому, друзья, этот весь процесс идет. Дальше очень много вопросов, которые сегодня задают. Что дальше? Следующий на трансах, друзья, конечно, мне очень нравится оптимизм. Надеюсь, что еще не прошел и на транс 18-го года. Задают вопрос, а есть ли у нас что показать на и на трансе 20-го года? Будем ли мы там участвовать? Будет ли... Там интересно, друзья, я могу сказать, что все только начинается. То, что мы с вами делаем, это первые шаги демонстрации инженерных наработок школы, которая сегодня работает, ту, которую создал сегодня юнисткий. И если первый и на транс 16-го года это был юнибайк, юнибус 14-местный, сейчас это будет уже юникар и высокоскоростной юнилёт, то 20-й год это уже демонстрация концепта следующей системы, которая сегодня уже разрабатывается и начинает уже именно концептуально показываться. это гиперью, то есть следующая скорость 1250 километров. И вся она будет объединена в единый стакан. Поэтому, друзья, у нас есть что показать, и у юницкого еще много работы, которые будут и на транс удивлять еще не один и не один. Дальше, друзья, как мы уже не раз говорили, концепт и уже космической системы, это также будет показано на очередном и на трансе. Поэтому, друзья, есть что показывать, есть что создавать, есть чем удивлять. А, соответственно, то, что мы сегодня делаем и совместно уже и с инженерной школой, и с менеджерами КБ, и лично, как с разработчиком Ювеницким, и с командой, которая сегодня работает по токенизации в Макчейна, мы все это будем объединять в единое пространство, уже цифровое пространство. И все это будет формироваться уже, как мы не раз говорили, транснет-спейс, то есть то, что будет формироваться вокруг сети транснет. Поэтому, друзья, работы, которые у нас предстоит впереди, еще огромное количество. Сейчас мы делаем только первые шаги. Конечно, очень непросто, как мы говорили, что. И с точки зрения нагрузок, то есть мы видим сейчас и с каким напряжением, и с какой ответственностью работает Юницкий и все конструкторское бюро. Мы сегодня при подготовке платформы, сталкиваясь с теми проблемами, которые сегодня есть, друзья, мы просто не можем сегодня объяснить и рассказать, начиная от взаимодействия с властными структурами различных стран, потому что трактовка и понимание законодательства разные. И с точки зрения целей и полаганий, то есть то, что идет, то, что за собой несет именно цифровая экономика, и личностных амбиций, которые сегодня очень многих людей, которые работают в процессе. Друзья, это все очень сложные процессы, но вводя итоги и оглядываясь назад, то, что сделано, могу сказать, что мы уверенно идем к запуску именно системы Транснет, которая будет демонстрировать SkyWay технологии, демонстрировать проекты, упаковывать и предлагать инвесторам, реализовывать и запускать. Вся эта система, друзья, движется. По обучению, то, что мы говорили, общались. Мы в прошлую пятницу начали обучение для директоров SkyWay капитала. Конечно, друзья, мозги скрипят, очень все непросто. Наверное, еще неделю мы возьмем на то, чтобы завершить именно первые такие обучения для директоров. Потом мы обобщим, проанализируем эту всю информацию. И где-то через 2-3 недели мы начнем уже двигаться дальше, начнем уже обучать тех, кто хочет совмещать уже работу и инвестирование через нашу традиционную, уже можно сказать, систему и подключаться к новой уже цифровой токенизированной системе, которая будет охватывать новые уже горизонты и инвесторов, и работы, и постановки задач. Все это, друзья, активнейшим образом сейчас идет. Сказать, что все гладко, друзья, это неправда, все довольно-таки сложно. Но то, что все задачи и все проблемы, которые перед нами стоят, они реализуемы. Друзья, наверное, мы не им право вам так сказать. И вы можете в это поверить, потому что это не голословные заявления. Это то, что за последние неполных 5 лет продемонстрировала команда, которую собрал. Юницкий для того, чтобы реализовывать проект Skyway, потом Transnet, потом Sparset, а потом Юнета, то есть сети следующего поколения, к которой мы также уже сегодня подходим. Поэтому, друзья, горизонт у нас далеко. Идущие работы у нас очень много, работа очень серьезная, но и очень интересная. Результаты, которые сегодня у нас есть, они действительно впечатляют, особенно профессионалов. Вот те, кто и понимает в сфере транспорта, видят, что мы делаем и к чему подходим. И те, кто сегодня работает в цифровой токенизированной экономике, то есть видят, как мы сегодня совмещаем уже реальную работу инновационной транспортной системы. А на Экофесте мы продемонстрируем движение и синхронизированную систему именно перевозки пассажиров и грузов с токенизацией и с демонстрацией работы токенов уже и с формированием экономик токенов непосредственно уже с реальными проектами. Поэтому, друзья, этого не делал никто никогда. Я уже не говоря, что нашего любимого робота-дрона, который будет строить в автоматическом режиме отдаленные, в труднодоступных местах промежуточные и анкерные опоры и роботизированную систему, связанную уже с доставкой товаров и грузов, причем абсолютно разной категории. Это, друзья, вы все увидите. Это то, что сегодня уже создано. Это то, что является основой капитализации, которую мы с вами сегодня создаем. Ну все, друзья, я передаю слово тогда Алексею. Как всегда, у него очень интересный свой взгляд по комментариям и по развитию. А я как раз могу сейчас почитать и ответить на ряд вопросов, которые наиболее насущные, которые сегодня вы можете задавать. Все, Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю, Сергей Анатольевич. Ну вот, собственно, хотелось бы сегодня сделать, как обычно, экскурс по тем прошедшим новостям и по текущим результатам деятельности, которые у нас достигнуты были, так скажем, блокчейн направления. То есть вы видите, что я сейчас по многим причинам выступаю несколько реже, потому что, естественно, вот этого факультативного, экспериментального направления загрузка просто неимоверная. И действительно, Сергей Анатольевич прав, что когда один из спикеров платформы начала обучать наших директоров, то не сразу наступило понимание. И это действительно очень сложный предмет. И хочется это представить именно как простоту, как действительно все гениальное просто, друзья. И это не нужно объяснять сложными словами, сложными диаграммами, сложной экономикой. Это нужно показывать потребителю, который будет пользоваться этой системой. И вот как бы на слайде представлена картинка, которая очень мне нравится. То есть Виктор, я думаю, что Бабурин имел отношение в том числе к созданию этой картинки, потому что зао струнные технологии с Виктором и с инженерами по блокчейн направлению мы работаем. Мы стараемся синхронизироваться и вносить некие коррективы. Потому что, естественно, то, что было создано в качестве экспериментов, гипотез, предположений внутри платформы, ну внутри бы я сказал не столько даже платформы, а команды, которая это все дело разрабатывала. И я могу сказать, что задел был внесен просто огромнейший. Ну а теперь давайте перейдем к новостям. Мне очень понравилась личная статья. Я рекомендую всем ознакомиться со статьей «Клинтехника», где была освещена концепция по поводу дальнейшего развития Арабских Эмиратов. И вы видите, я думаю, что кто-то посещал даже Арабские Эмираты в качестве туризма. Сейчас Арабские Эмираты далеко не нефтяная держава. То есть Арабские Эмираты, все, соответственно, Эмираты объединились и понимают, что нужно диверсифицировать экономику. Нужно, соответственно, в экономике применять новые технологии, без которых человечество в самое ближайшее время не может обойтись. И фактически вот на этой картинке представлены те технологии, без которых человечество не сможет обойтись. Но нюанс, друзья. И в этом различие. И это нам придется доказывать, показывать. Именно демонстрировать договоренностями с теми регионами, с теми кантонами, с теми городами, которые готовы запускать токенизированные проекты. Потому что, естественно, многие, кто вне проекта Skyway, не находятся глубоко внутри, как мы с вами, к сожалению, не понимают всего масштаба технологии Skyway и проекта Skyway. Ну, собственно, мы, как ученики главного футуролога, подмастерья, так скажем, Пантолия Эдуардовича, который, я всегда не устану повторять, что именно сделал предположение, какими будут электронные деньги. Первые концепции, в том числе и криптонаправления, механизма консенсуса, описал своими словами. Но, естественно, такие люди еще были. И самое главное, друзья, это понимание, что вот тот мир, тот же вот IOT Systems, мир интернет вещей, это нужно уже выстраивать. Вот эти многочисленные приложения, которые будут формироваться на нашей платформе, с логикой того, что рождена новая инфраструктура, что преобразуются и рождаются новые города. Если этого не учитывать, друзья, то все не имеет смысла, потому что сам маяк будет демонстрировать маршрут абсолютно неверно. И, соответственно, потом нужно будет тратить огромные бюджеты для того, чтобы создавать систему, когда конкуренты будут уже действительно наступать на пятки. Мы же создаем, мы неоднократно говорили об этом, Transnet Space, то есть пространство Transnet на основе технологии Skyway. И какие направления появятся, это невозможно сейчас предугадать, но многие направления уже сейчас появляются. То есть это целые девелоперские проекты, линейные умные города, соответственно, производство ГУМУСа, безотходное производство, именно генерация в полезную работу отходов от современных электростанций и, соответственно, создание той экосистемы, того экоклимата, которые даже сейчас работники ЗАО «Струнные технологии», действительно сердце, душа радуются, когда все сотрудники это пропитывают вовнутрь себя изначально перед тем, как выложить это на бумагу. То есть все испытывают, в том числе, обратите внимание, был эксперимент проведен непосредственно заместителем генерального директора по проектированию Мариной Третьяк. И в офисах действительно вот то, что будет у нас представлено и на станциях, и внутри станции, и, соответственно, в умных городах, естественно, это сейчас в офисах. И, друзья, вот эту атмосферу невозможно заменить. Мы не можем эту атмосферу привнести в децентрализованную, распределенную работу, взаимодействие внутри всяких проектных программ, внутри программ ведения этапности разработок, как GitHub, как Jira, а люди, находящиеся внутри КБ, того или иного, за струнные технологии, естественно, это понимают, и это видят, и это вкушают действительно каждый день. И это толкает на новые подвиги под руководством Анатолия Эдуардовича Юницкого. Так вот, многие спрашивают, почему Арабские Эмираты, и почему такое представление, как вы видите на картинке, потому что Арабские Эмираты, на самом деле, друзья, сейчас непосредственно готовы к внедрению этих составляющих инфраструктуры, пространства Транснет, основанных на ядре шестого технологического уклада технологии Skyway. И города максимально приспособлены, потому что это не вековые города, это не много вековые города, как во многих городах различных стран. Представьте, допустим, в Стамбуле попытаться внедрить Skyway во внутрь города, когда, собственно, улочки там очень узкие, и, естественно, никто не будет менять проекты, сносить здания там и так далее, то есть в некоторые города Skyway будет внедряться уже в крайнюю очередь, уже как именно развитие технологии, так же, как интернет, друзья, пришел в каждый дом абсолютно. И сейчас, естественно, максимально бурное развитие технология Skyway получит в тех странах, которые максимально приветствуют. То есть сейчас идет гонка между Абудаби, между Дубаи и другими Эмиратами. И, друзья, эти Эмираты понимают, в чем может быть, знаете, как такой именно дополнительный ресурс, который машины на гонках используют, когда сразу вырываешься вперед. И вот в этой гонке, в транспортной, инфраструктурной, вот таким вот ресурсом является технология Skyway. И многие Эмираты сейчас это осознают. Соответственно, модель токенизации, экономики сейчас будет оптимизироваться, потому что мы не можем вывалить всю разработку на размещение. И многое будет непонятно, потому что это будет запущено при эксплуатации. Но, друзья, что немаловажно, вся эта разработка уже, так скажем, в стадии, не завершающей, но более 60-70%, и уже мы на стадии выхода на тестовые участки для демонстрации, симуляции технологии блокчейн в сопряжении именно как центр управления данных, соответственно, системы автоматизированного управления, зао-струнные технологии. И этого не делал никто в мире. Но мы понимаем, что на самом деле это ждет проект при уже его запуске в эксплуатацию. Но вначале нам необходимо зафинансировать этот проект по всем действующим нормам законодательства. Skyway Capital будет выступать, и, друзья, это действительно проработка всех директоров, всех членов правления Skyway Capital. Это общая идея, что Skyway Capital будет преобразовываться в такой коллективный трастовый фонд. И в те проекты, в которые мелкий, средний инвестор на ранних стадиях не сможет априори войти нигде, какая вообще ситуация сейчас формируется в криптоиндустрии, друзья, взять EOS. EOS сейчас все издания трубят, что более чем 50% занимают пулы крупных инвесторов, и, соответственно, в руках чуть больше 10 людей это сосредоточено. Это позиционируется как децентрализованная технология на основе методик управления и так далее, выстраивания корпоративных структур. Но нюанс то, что действительно вошел крупняк. И мы с Сергеем Анатольевичем одного такого человека знаем, он активно наблюдает за нашей разработкой, который в первом окне приобрел достаточно серьезную долю EOS, и у него интерес и к технологии Skyway, и в большей степени к общепланетному транспортному средству. Сейчас будет генериться модель, и на этом будет строиться именно стержень White Paper, чтобы дать понимание крупным игрокам, банкам, фондам, крупным инвесторам, бизнес-ангелам и так далее, со всех стран, зачем ему сейчас входить в проект в качестве раннего инвестора. И эта модель рождена. Собственно, многие спрашивали, почему пост я разместил такой странный, что истинно кроется в простоте, потому что сложная сейчас архитектура уже задумана. Это действительно будет сложная архитектура, и, друзья, сейчас это гипотеза, потому что над этой гипотезой будет работать не одна команда. Это будет open-source разработка. И это решение уже задачи на уровне интернет, когда первые адресные проекты запустятся, соответственно, запускается второй, третий, четвертый, рождается уже децентрализованная сеть адресных проектов, и в эксплуатации адресных проектов, естественно, уже к минимальной экономике не получится привязываться, так же, как наш мобильный телефон. Сейчас, несмотря на то, что мы набираем нашим друзьям, знакомым, пишем в мессенджерах, отправляем смс-ки, это сложнейшие процессы. Но это процессы, которые действуют на интуитивно понятных интерфейсах. И мы, как, так скажем, идейные вдохновители, инициаторы, можно сказать, со-основатели этого движения платформы, можем сказать, что вот эти вот, в то ли чем, они были направлены на то, чтобы создать систему, создать архитектуру, создать гипотезу, стержень, над которой большое количество команд начало работать. Потому что потом времени не будет, друзья, потом начнется настоящий конвейер адресных проектов, и, собственно, это в том числе будет очень важно и Арабским Эмиратам, и Индонезии, когда инициаторам адресных проектов, прибыльных адресных проектов, не нужно будет находить самостоятельно фонды, инвесторов. Они сами будут ожидать проекта, потому что проект освещен, пробивается информационный шум, и, соответственно, во всех изданиях создается так называемый, именно такой вот сленг-жаргон хайп, но хайп это не высокорисковые доходные проекты, как в сетевом маркетинге и так далее. В нашем случае хайп это огромный интерес к проекту, и, соответственно, все эти инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы войти в числе первых. И мы, как коллективный трастовый будущий фонд, ну как будущий, потому что все уже юридические моменты, все необходимые лицензии, они не то что прописываются, они уже утверждены, и сейчас процесс создания этой системы. И если бы меня кто-то спросил бы, хотел бы я инвестировать, к примеру, в месторождение, крупнейшее литиевой соли, находящееся в Латинской Америке, я бы сказал, в текущей ситуации, друзья, это невозможно, потому что придут большие дяди, и мне останется глотать пыль, если тем более это в логике размещения. И в качестве Skyway Capital мы все с вами сможем входить, и на это будут направлены уже даже после закрытия финансирования корневой технологии все наши выстроенные человеческие сети, я не побоюсь этого слова, потому что Transnet это не только единая транспортная, энергетическая, коммуникационная и сеть децентрализованных адресных проектов, но и это человеческий ресурс, и это самый важный ресурс, друзья, вообще, который есть на белом цвете, потому что человек это и пользователь, человек это и идеолог, человек это и та масса людей, объединенных одной идеей, в нашем случае это нести знамя славы Skyway, и, друзья, я могу тоже такое лирическое отступление сделать, у меня, к сожалению, несмотря на то, что я планирую все-таки запустить свой влог, но слава Евтуха опередил, и я могу сказать, что это очень крутой результат, уже более фактически 6 тысяч просмотров, я думаю, что следующие выпуски славы будут уже десятки, а потом сотни тысяч просмотров, потому что это в первую очередь интересный выпуск, интересная подача в логике ютуберов, в логике видеоблогеров, в логике всяких прикольчиков, и в логике охвата молодежи, которая сейчас, возможно, считает, что в Skyway определенные люди, несколько фанатичные собрались, но, друзья, это уже имиджевая составляющая, которая не могла не появиться именно внутри зао-струнные технологии, я думаю, что слава не раз будет рассказывать про блокчейн-технологии, про мир и от вещей, и далее уже про Transnet Space, и мы с Сергеем Анатольевичем уже, наверное, в качестве каких-то приглашенных будем рассказывать про те концепции, которые выстроил Анатолий Эдуардович еще 20, 30, а иногда 40 лет назад, и сейчас настало время это связывать с блокчейном, потому что, друзья, когда я вижу проекты, которые являются отдельно дронами, когда я вижу проекты, и сейчас заканчивается массовый кодсейл, ну, тоже это, можно сказать, глотание пыли, проект в аббревиатуре расшифровывается как децентрализованные автономные автомобили, система децентрализованных, верх капы, я думаю, что, ну, капы – это верх сбора инвестиций, они соберут, но это отдельная составляющая, и чтобы потом этим проектом, действительно объединившись, достичь большего, и в чем основной праздник будет крипто-сообщество, и у меня было ощущение в прошлом году, у меня было ощущение зимой, что, да, криптоэкономика первый триллион перейдет, и хотя бы чуть-чуть, на капельку приблизится к мировой экономике, но этого не произошло, потому что биткоин манипулируется в руках для бывших руководителей же MT-GOX, то есть есть даже специальные мемы, когда по телефону просто вот руководитель звонит, все – обвал. И, друзья, вот так, скорее всего, с адресными проектами не получится, потому что будут логика вестинга, то есть для крупных инвесторов в рамках разумного, естественно, это логика заморозки токенов, чтобы все-таки люди, которые присоединились на крайних окнах, и это будем не мы с вами, друзья, потому что мы будем в качестве первых входить в логике коллективного инвестора Skyway Capital, и, собственно, они также имели бы возможность на пампах, взлетах, ну и падениях, потому что крипторынок от этого не застрахован, получить какую-то пенессионную заинтересованность, но мы на это никогда ни в одном адресном проекте не будем агитировать, потому что цель – это запустить адресный проект, спроектировать, соответственно, вначале, естественно, получить землю, потом необходимые лицензии с этого месторождения, далее спроектировать, пройти все этапы, приступить к строительству, построить, и уже тогда, друзья, вот та экономика сложных ресурсных токенов, которая у нас уже прописана. Будет ли эта экономика, или будет она видоизменена, над этим будут работать в качестве тендеров, в качестве хакатонов, в качестве соревновательных всяких мероприятий множество команд, потому что с первых проектов мы покажем, что действительно мир интернет-вещей, он как родился, так и сейчас достигает своего потолка, как многие говорят, что эпоха гаджетов проходит, но наступает эпоха транспортных гаджетов, наступает эпоха транснет-спейс, и что бы ни говорили внутри нашей команды, кто-то вдруг, допустим, не верит в Skyway, эти люди будут просто так или иначе отваливаться, потому что сейчас не просто мы, более миллиона людей, верим в идею реализации капитализации, крупной капитализации проекта Skyway, а действительно крупные игроки, шейхи, государственные правители верят в эту идею, и у них единственная просьба, продемонстрируйте механизм, и тогда начнется стремительный рост сети адресных проектов. Часть будет децентрализована, часть централизована, но, друзья, как объединять эти экономики, то есть атомарные транзакции, общение между блокчейнами, у нас уже эта система выстроена, многие компании затрачивают на это, я не побоюсь этого слова, просто делают отдельное размещение, собирают 15-20 миллионов долларов, и те действительно палмазы, которые становятся бриллиантами через огранку функциональных требований и тех заданий внутри платформы, в том числе эту задачу решают, друзья. И когда настанет время выводить это действительно в глобальную платформу, мы будем это делать. Как это делать сейчас, понятно, но в данный момент с юристами в упаковке white paper, вы услышите и увидите в white paper отголоски того, что я сейчас говорю, именно по экономике ресурсных токенов и различных гипотез, но описываться будет как раз таки то, что сейчас нужно фондам, крупным инвесторам для заинтересованности входа в адресные проекты. И, друзья, действительно, название статьи «Лучше, чем нефть» абсолютно оправдано, потому что сейчас недостаточно просто, так скажем, качать, майнить информацию, потому что 2018 год – это вообще рекордный год по скамовости проектов, то есть многие блокчейн-стартапы рождаются, вплоть до того, что на некоторые, даже вот недавно вышел проект, не буду называть его название, но вышли они 10x, то есть в 10 раз больше стоимость на бирже. Каким образом это произошло? Это инвестиции нескольких миллионов долларов на трейдинг, на ботов, чтобы сделать искусство. Естественно, потом будет следовать обвал. И мы, друзья, не желаем идти таким образом, потому что мы выстраиваем огромный фундамент для уже плацдарма, такой вот именно основательной платформы для создания как сети децентрализованных и обычных адресных проектов, ну, в логике блокчейна это, естественно, будет децентрализованы, так и финансирование, и заинтересованность, и понимание экономики токена, зачем инвестировать в новые направления, как гиперскоростной транспорт, так и переходу постепенно на мою самую любимую тему. И лично я вот это вижу цель в развитии проекта Skyway, помочь Анатолию Эдуардовичу Юницкому каким-то образом выйти все-таки уже на рубежи общепланетного транспортного средства. Потому что то, что представлено, друзья, на картинке, это действительно реальность, и это уже очевидность. То, что сейчас будет делаться размещение, ну, не сейчас, а, собственно, это произойдет через несколько месяцев, сейчас начинается процесс пиар и маркетинговой упаковки, кстати, это самые серьезные бюджеты уже такие, и юристов мы нашли, очень интересная такая связка была, лихтенштейнских, то есть это то, на кого хотели нас вывести швейцарские юристы, но мы вышли на них напрямую. Почему так произошло? Почему череда факторов? Потому что, друзья, запомните одну вещь, тот, кто помогает развитию проекта Skyway, так или иначе, в его жизни начинает происходить различные совпадения, чудеса кто-то может назвать, но это просто, потому что мы делаем всеобщее, благое для планеты дело, мы объединяем мир, а объединять это наша работа. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир транснету. Благодарю, друзья, счастливо. Ну, видите, как всегда, очень интересно и очень вдохновляет на тысячу процентов. Да, друзья, каким образом можно будет скопировать себе на компьютере ресурсы по старому свободу? Вадим, ответьте кто-нибудь, Вадим, он тут уже десятый раз этот вопрос задает, как скопировать, наверное, 20-й раз один, наверное, никак не может справиться с этой проблемой. Действительно, друзья, сейчас очень много терминов и много понятий, которые Алексей вводит, они уже не совсем понятны большинству. Друзья, это надо быть более погруженным в эту тему, и в которой мы просто настолько глубоко и повседневно этим общаемся, что для нас это уже само собой разумеющееся. Но как раз, друзья, это неизбежный процесс, и, как мы уже говорили, сейчас происходит генезис, то есть фактически слияние и объединение двух таких очень мощных и основных таких трендовых вещей, то есть управлений развития экономических теорий и практик, это прежде всего инновационность в сфере транспорта, это Skyway. И здесь, друзья, мы как люди, которые долгое время находятся в проекте, которые развиваем проект, являемся частью, собственно, самого развития проекта, то, естественно, что у нас есть вся аргументированная база говорит о том, что никакой другой технологии, кроме Skyway, сегодня развиваться в таком плане не может. Это покажет только время, конкуренты либо оппоненты могут к этому относиться как угодно. Здесь друзья все покажут, все поставят на свои места только время. Соответственно, это дело каждого верить, не верить, подключаться, не подключаться. И когда мы утверждаем, что Skyway это на сегодняшний момент идеальная коммуникационная, не только транспортная, а информационно-энергетическая и коммуникационная с точки зрения товаров и услуг системы, то под это у нас есть аргументация. Под это у нас есть вся сначала теоретическая база, которую мы представляли, а сегодня и практическая. То есть сравнение с другими прототипами, с другими технологиями. Говорили же, что глупо сегодня, друзья. Как будто не спрашивают. Хватает терпения у вас, уважаемый. То есть, друзья, как вы понимаете, что мы с Алексеем уже пятый год ведем и конференции, и вебинары, а я уже 18 лет презентую и продвигаю проект. И, друзья, абсолютно разные реакции, теории. То есть я только начал заниматься, только познакомился с Юнинским. Это был апрель 2000 года. И буквально через 2-3 месяца, когда я в кругу своих друзей, я учился тогда в аспирантуре Академии наук, Института экономики на очередном отделении. И я начал рассказывать о Skyway, о том, что создана система, которая позволит увеличить ВВП в 10 раз, о том, что становятся возможными такие вещи, как освоение доступных северных месторождений, транспортировка чистой питьевой воды в виде льда, где мы можем при транспортировке миллиарда тонн удвоить энергетический баланс России. Россия может получать прибыль от продажи природного холода, как энергетического ресурса. Понимаете, 18 лет назад один мой очень близкий товарищ, с кем я жил, в одной комнате в общежитии Академии наук, он просто посчитал, что я сошел с ума, просто посчитал, что я сумасшедший. Ну и что, друзья, бывают такие вещи, и до сих пор, наверное, так считаю. Ну, единственное, что прошло 18 лет, и мы сегодня показываем, и демонстрируем, и идем реально к практической реализации, и на следующий год при скоростной транспортировке, и когда уже будут скоростные трассы реальностью, тогда проект транспортировки Байкальской и вообще Северной воды в регионы станет реальностью. Поэтому, друзья, я могу сказать, что от декларации до реализации да, прошло 20 лет, да, 20 лет назад это выглядело на уровне сумасшествия, но я в первой же встрече с Юницким это услышал, и он мне об этом рассказывал, и для меня это стало абсолютно очевидным и понятным. А кому-то 20 лет спустя, как и 20 лет назад, это казалось сумасшествием, и кажется сегодня. Поэтому, друзья, здесь нет ничего в этом ни предрассудительного, ни обидного, так же, как и в свое время всех людей, которые занимались инновациями, их считали сумасшедшими, нормальными, потому что они действительно находились за кругом, за пределом общего понимания. Только такие люди в состоянии что-либо создавать, что-либо творить и что-либо реализовывать. Люди, которые действительно на десятки, иногда на сотни лет опережают общее понимание, общее сознание. Когда Юницкий в начале, в конце 70-х, начало 80-х показал систему неракетного освоения космоса, когда была общая эйфория космических успехов, от ракет и так далее, когда он говорил, что, ребята, это только первые научные эксперименты, как доставить на орбиту первых исследователей и изучать невесомость, изучать работу в космосе, в гитарной стране. А для того, чтобы промышленно осваивать космос и делать из этого действительной индустрии, нужна новая транспортная система, и он ее показал. Сделал, естественно, это было не воспринято и, естественно, это было переживающее свое время. После этого он сконструировал и запустил систему SkyWay, и сейчас мы это реализуем, и сейчас мы вплотную подошли к тому, что уже начинаем сначала декларировать уже гиперскорости, то есть 1200 км в час, а второе это уже говорит о том, что создание сегодня фар-вакуума и шлюзования на Земле это отработка технологий, которые позволят уже создавать именно космическую транспортную систему. Поэтому, друзья, тоже мне писали, что очередной мне там один, что вот я 4 года слежу за вашим проектом и опять не вижу никаких изменений. Друзья, я уже говорил, что я такие письма и такие вещи не комментирую. Я говорю, значит, вы либо не то смотрите, либо со зрением, ну, либо с головой у вас не все в порядке, потому что на сегодняшний момент скорость от декларации до уже реализации сегодня становится настолько колоссальной, что уже просто многих инженерных школ, которые за нами следят, уже начинают не то, что опускаться руки, а вызывать просто удивление, потому что от декларации, от понимания того, что нужна своя роботизированная летающая техника, которая доставляет комплектующие и автоматически же монтирует в труднедоступных регионах до реализации, это уже не годы, это уже считанные месяцы. Соответственно, друзья, этот процесс только-только набирает обороты и, соответственно, дальше у нас скрытся в Москве по поводу вопроса перевода денег, который партнер до сих пор не получил, финансовый отдел не отвечает, и партнер тоже. Так, Вадим, вы мне писали, так сказать, напишите мне еще раз кличку, то есть это уже десятый раз поднимается вопрос, сам лично, когда спрашиваю, финансовый, по сути, мы не можем отвечать за шлюз, который отправил, который не отправил деньги, поэтому, но поможем совместно, совместно разобраться. Умные дома, что в этом направлении? В этом направлении все движется и все очень хорошо, что можете сказать по поводу ЭКОДООВ, есть какая-либо информация? На ЭКОФЕСТе сами все увидите. Есть очень многие вещи, которые мы сейчас говорим, что идет работа, но что-то показывать, что-то комментировать давайте уже будем после ЭКОФЕСТа, потому что есть работа и эксперименты, которые ведутся на открытии, которые можно сейчас рассказывать, показывать, есть, которые пока комментировать нельзя, но это одно из направлений, которое сегодня активно-активно разумеется. Так, ну что, друзья, давайте на этой неделе у нас еще раз говорю, что будет конференция в Италии 9-го числа, где будет онлайн-включение, на следующей неделе это у нас Болгария, Варна, потом у нас с Алексеем будет командировка Швейцарии и в Кенштейне, то есть это уже работа непосредственно по юридическому оформлению и запуску. А так, Ольга вот спрашивает, будет? Да, Ольга, как-то ориентироваться ждать пакет КОВА в кабинете Капитал? Ну, я могу сказать, что после нашей встречи всех директоров в Варне, это будет с 13-го по 19-е июня, мы, скорее всего, у нас в следующей неделе будем уже пробные размещения, пробные, как бы, эти пакеты, а по всякому случае, в тестовом режиме покажем, и, скорее всего, начнется уже их реализация. Говорить точно здесь, друзья, довольно-таки сложно, потому что здесь не только завязано на наш IT-отдел и на наши работы, которые связаны непосредственно в Капитале, связанные с пакетами и долями Skyway, это еще и завязано уже на платформу и на токенизацию, на токены, которые будут за этими инвестициями стоять. Поэтому, вот эта синхронизация, друзья, это наше, ну, и создание вот этого комбо-пакета и акционного, и токенизированного, это наша первая попытка, и могу сказать, друзья, много-много стоит сложности, поэтому надеемся, что в течение двух недель мы этот процесс, эти все сложности урегулируем, решим. Вот, поэтому, я думаю, что во всяком случае на нашей встрече и вот обучение, которое будет там, 17-19 июня, мы точно объявим дату, когда начнется реализация комбо-пакета. Вот, поэтому, друзья, как вы уже говорили, принцип, который мы закладываем, приоритетности у акционеров SkyWay с определенного пакета будет обязательно, особенно те, кто на ранней стадии вошел, о том, что мы всегда будем делать особые окна с повышенной доходностью, с повышенной привлекательностью для наших SkyWay. это тоже, в обязательном порядке, это и готовится, и предусматривать, и предусматривать, и предусматривать. Мы всегда будем закладывать, чтобы всегда давать приоритет для SkyWay. И дальше, когда мы будем готовить и размещение адресных проектов, и прицела, то есть это предварительное, наиболее интересное цене размещение, мы всегда будем закладывать вот эту составляющую, чтобы каждый SkyWay имел возможность войти на самых интересных. Будет он не входить, это дело каждое, но такую возможность мы всегда будем предоставлять. Так, где сейчас Бабурин, друзья? Бабурин работает полным кодом, он сейчас весь в технической шеи. Первая подготовка к Акфесу, это все на его плечах, и второе, это как раз сейчас подготовка уже визуализации и синхронизации работы промышленного образца с блокчейном, это также курирует со стороны конструкторского, никто же курирует, а ведет Виктор Бабурин. Поэтому, друзья, Виктор Бабурин, могу сказать, в самой активной работе, как всегда, единственное, что у него несколько изменилось, график он теперь не живет в самолете, а все-таки больше в Минске, но интенсивность и график равнил, и при этом и уменьшил. Будет ли возможность рассрочки на этот пакет? Ольга, прорабатываем сейчас вопрос рассрочки, но скорее всего мы лучше будем давать разовыми такими возможностями, потому что, во-первых, очень сжато время, потому что размещение, как только начнется, там уже никаких рассрочек не будет, а во-вторых, здесь несколько другая логика. Рассрочки мы делим для того, чтобы планировать финансовые поступления для работы на экофесте, извините, на экотехно. Поэтому для нас рассрочки это очень важный период планирования, что если человек запланировал работать и брать рассрочки, то мы это будем. Соответственно, мы видим, какие у нас будут финансовые планы и какие можно на это планировать работы. По блокчейну и по токенизации здесь несколько другой вопрос. Здесь, во-первых, время сжато, во-вторых, это очень ограниченные акции, поэтому скорее всего мы будем только предлагать разовые пакеты, в которые каждый желающий может принять решение войти или не пойти. Если у человека все еще остается бонус на дискорд шот, то распространяется ли этот дискорд на пакет комбо? Нет. Комбо у него будет другой бонус, что тот, кто покупает комбо-пакет, у него будет определенный лимит, который мы сегодня устанавливаем очень жесткий при преселе, то есть при уже реализации токенов соответственно самой платформы, базы актива, мы будем давать определенный лимит. Тот, кто захочет потом сделать, приобретая комбо-пакет, таким образом приобретает себе определенные лимиты. Вот какая логика. Поэтому логика дисконта 600, которая будет переноситься, он здесь не работает, здесь совсем другой подход, он ориентирован на других. Тот, у кого есть пакет 600, и кто имеет сегодня крупные пакеты, у них будет другая преференция. Мы им без комбо-пакета и без денег будем давать определенные лимиты, заранее установленные при преселе, и он всегда будет возможность войти без очереди по самым максимальным преференциям в платформу. Поэтому друзья, здесь дисконты мы обязательно учтем, и соответственно вклад и уважение к тем людям, которые зашли раньше, мы обязательно будем давать им определенные планируется строительство второго завода по производству транспорта. Но тут Леонидович, не только второго, мы сейчас по мере того, как готовим запуск адресных проектов, будем формировать заказ уже на путевую структуру и подвижной состав, и естественно как только будет формироваться этот пункт заказов, сразу же будем делать отдельное адресное размещение и подготовку именно адресного проекта по производству. И как раз в этой же логике формирования Transnet Space мы готовим и размещать запуск литиевой соли, потому что литиевая соль это уже то, что необходимо в проекте производства литиевых аккумуляторов, потребителем которых является сам стойник. Поэтому, друзья, как только будет возникать и не только завод по производству, и не только литиевые соли, а другие всевозможные сопутствующие в инфраструктуре производственной инфраструктуре объекта, мы также будем это оформлять, упаковывать в виде адресного проекта, выпускать на это специализированный токен и привлекать туда именно инвесторов и партнеров, потому что каждое такое направление это очень интересное и высокодоходное. для чего такой большой процент в пакете так больше так благодарю здесь так Ольга, но надеюсь что да, что значит пакет 6000 так это вы разберетесь между собой Валентина я думаю что так вспомните каждый раз в начале старта мы только в начале если куда я тоже как-то пытаюсь мне это очень песенка нравится иногда пытаюсь включить но из-за того что у нас с Мерополисом ролики не идут но сам для себя я очень часто эту песенку переслушиваю это сегодня как мой гимн потому что тем более что мы уже стоим не в начале старта когда все только впереди а мы друзья уже приступили и если кто-то этого еще не понял я повторюсь что мы уже работаем по реализации адресных проектов по созданию сети адресных проектов это друзья другая работа это не привлечение инвесторов на построение сети а именно сети адресных проектов все друзья на этом давайте на сегодня будем заканчивать спасибо за то что вы с нами строить skyway спасай планету ну и уже теперь традиционно технология объединяет технологии это уже девиз нашей платформы потому что действительно то что мы делаем это уже объединение именно адресных инфраструктурных и производственных проектов которые будут именно строить сеть транснеп всего доброго до свидания до свидания да до свидания да